Ну а тем временем в нашем канале проходит новогодний розыгрыш призов, ссылка на который находится в описании, переходите и участвуйте. Ну что ребят, добро пожаловать на 20 этап Формулы 1 на Гран-при Бразилии. И сначала небольшой прогноз погоды, который у нас ожидался на гонку, а именно, квалификация у нас должна была пройти в дождь, то есть первый сегмент мы еще ехали по сухой трассе, но под конец она должна была идти в дождь. В первый сегмент я выехал сразу, потому что у меня был сразу же опыт Сингапура, когда я чуть подождал, пошел дождь, уже соответственно не было никакого держака на сликах, по итогу я вообще никакого времени не поставил. Окей, во втором сегменте у нас слил уже ливень, и поэтому я там как еще прошел, причем в третий сегмент, мне повезло, что кто-то из последних гонщиков тоже не успел там пройти круг еще свой на промежутке и тому подобное. Третий сегмент также я прошел на промежутке, под конец я решил выехать, поставить круг получше, понял то, что трасса уже довольно сухая, что для сликов, и когда я это понял, я вернулся в боксы, но оставалось там уже полторы минуты или минуты даже, то есть у меня не было времени, чтобы проехать один круг. По итогу все, кто успел проехать на сликах, те проехали, послали хорошее время, я же с Льюисом не успел, по итогу мы будем стартовать в середине пелотона, но стартовая решетка будет довольно интересной. Сама Бразилия, собственно для меня эта трасса не особо такая удачная, в прошлый раз на Хаасе, советую посмотреть, если вы не видели прошлой серии. Я на ней плохо проехал, почти не было темпа, здесь же темп вроде бы намечался, но его по сути не было. Ладно, стартовая решетка, первый у нас Чека Перес, второй Стабанакон, третий Сергей Сироткин, четвертый я. И пятый у нас Даниэль Рикьярдо, шестой Вальтери Боттос, седьмой Макс Ферстаппин, восьмой Себастьян Феттель, девятый Шарль Эклер и десятый Карл Сайенс. Очень интересная топ-десятка, под конец сезона Ботто берут штрафы, то есть я должен был стартовать на десятом месте, да, по итогу на четвертом. И первая строчка у нас вообще за Форс Индиями, что вообще как-то даже странно, особенно наблюдать Форс Индию и Вильямс под ней же. По итогу кто-то из лидеров откатился в самый конец, кто-то в середине и так далее. Стратегии какой-то конкретно здесь не будет, потому что у нас пойдет дождь, соответственно, где-то в гонке, то есть где-то в середине. Поэтому я решил пойти окей, если у нас он пойдет даже ближе к концу, то поеду на одном ультра, фу, суперсофте и потом просто дотяну его до промежутка. Добавляю чуть топлива, ну и выхожу на стартовую решетку. И, собственно, старт был дан. Мы сорваемся с Сироткиным неплохо с места, сразу же догоняем два впереди идущих две Форс Индии. И пытались их обойти, но Сироткина, к сожалению, зажали эти Форс Индии, он нигде не мог их пройти. И я тут же полностью радиусу атакую Сироткина и получаю свою третью позицию. Ну а тем временем две Форс Индии просто устремились вперед. Стартовые камеры, в принципе, мы с Сироткиным очень хорошо стартовали. Позади там тоже вот Феррари провалила свой старт. Я попытался по внутреннему качественно залезть, но, опять же, не стал рисковать. Потому что вдруг что-то случилось и не хотелось бы за это проигрывать. Также вот с Сироткиным у нас был контакт, из-за чего его немножко занесло. Собственно, две Форс Индии пусть и отъехали вперед, но они начали бороться уже по окончании второй прямой. По итогу они вообще прошли плохо поворот, и я смог за счет этого к ним подобраться поближе. Ну и после еще одного быстрого правого поворота я уже просто был нахвостил Чико Переса и по внутреннему радиусу так довольно грубо его прошел. Заня второе место и уже погнался за оконом. Также Сироткин в конце первого этажа круга тоже атаковал спокойно Чико Перес и прошел, занимая уже третью позицию. Собственно, неплохо так уже начинаю прорваться. Оконы я обошел в том же месте, где Чико Переса. Также по внутреннему радиусу в медленной шпильке спокойно прошел. В этот раз так не так уж было грубо, но все-таки опять же мне понравился. На седьмом круге меня догнал Стабанкон, плюс у нас уже начинал капать дождь. Соответственно, с скорого времени мы уже должны будем заехать на пистоп. По прогнозу, как я уже говорил, должен был быть дождь где-то ближе к концу гонки, но даже где-то в середине. Но погода в F1 тут хрен знает, когда что начнется. Так что, в принципе, я к этому был готов. Но позади тем временем Сироткин, к сожалению, совершает ошибки. Его проходит обратно Чико Переса, 6 и третью позицию. И на том же круге, в конце второй прямой, он опять совершает ошибку, из-за чего Ботас смог с ним уже поравняться. Ну и в правом скоростном повороте, к сожалению, Сироткин уступил просто позицию Ботасу. Причем не в первый раз он будет это так делать. Неизвестно, почему он так еще сделал, почему он прямо уступил. Во время пистопа я быстро менял комплект на промежуток, потому что изначально мне должны были поставить суперсофт по стратегии. Ну и, собственно, начался ладошадь, собственно, и начались первые ошибки. В этом первом повороте это не первая ошибка. Льюис уже второй, там, кто так ошибается, блокирует все колеса. Из-за чего у нас выехала машина безопасности, которая, в принципе, меня только сыграла на руку, потому что по ее рестарту я был уже на старт-финичной прямой. Может быть, за счет этого я отвернул там пару-тройку десяток по отношению к Ботасу. Вторая атака Льюису в том же повороте. В этот раз он не заблокировал все колеса, но чуть вылетел. Но самое главное, что не заблокировал. Но и на второй прямой уже за счет слепстрима, и плюс еще Рено совершил ошибку, Льюис проходит и поднимается на восьмую позицию. Также на двадцатом круге у нас уже закончился идти дождь. Это я специально вам показал для одного момента. Еще одна ошибка в первом повороте уже была от водителя Хасса. На двадцатом кругу я решил заехать на пидстоп, сделать на круг раньше, чтобы сэкономить там и, может быть, отыграть что-то и по итогу поиметь еще больше отрывов. Но меня же поимела сама игра. Собственно, сцепления с трассой вообще не было. На двадцатом кругу я опять же, напоминаю, закончился уже дождь. Дождь, соответственно, мы еще пару кругов проехали и поднакатали траекторию, но все равно, по ощущениям, трасса была вся мокрая. То есть, что на траектории, что вне. То есть, по итогу вот это же получилось дрифтануть. Из-за чего у меня пришел Райканен. И также мне пытался пройти уже Хэммитон, но в конце того же двадцатом третьего круга было написано то, что разрешено ДРС. Соответственно, мне кажется, что там еще надо было предписать, что разрешено ДРС и Слики. Потому что после этого у меня спокойно Слики начали работать так, как надо. У меня появилось сцепление, и я начал ехать быстрее, чем гонщики на промежутке. Хотя, вот опять же, сколько кругов мы проехали без дождя, все было, ну, должно было быть окей. Плюс такая ситуация у меня уже была в другой гонке, в Германии, на другой карьере. То есть, там пять кругов проехали без дождя уже, но трасса все равно была мокрая. Вот. По итогу, что я имею, то, что переди меня выехали Риккярда и Ботас, хотя я имел отрыв от Ботаса в 10 секунд. Но, хотя бы, хорошо то, что я выехал перед ними прям. И по итогу, чуть пара кругов я их догнал за счет ДРС и Слипстрима. Провел такую атаку прям между ними, протестился. Прошел Риккярда из-за того, что ему пришлось просто оттормозиться, потому что меня просто широко выкинуло. Ботас, конечно же, остался на первой позиции ненадолго. И также вот у нас позади Сироткин боролся с Максом Ферстапиным. Ферстапиным он прошел в первом повороте, но на второй прямой у Сироткина будет преимущество в виде ДРСа плюс Слипстрима. А наш болид с ДРСом, Слипстримом, это что-то с чем-то спокойного проходит. Но Ферстапиным перекрещивает. Сироткин, наверное, допустил ошибку на торможении. После начал тормозить. По итогу они поравнялись. И опять же, скоростной правый поворот в начале второго сектора. И Сироткин просто пропускает Ферстапиным на седьмую позицию, если я не ошибаюсь. С Ботасом я все закончил на 27-м кругу, спокойно догнал его, Слипстрим, ДРС и по внутреннему радиусу его прошел. Но не все так просто. Ботас по итогу будет еще меня пытаться атаковать. Также у нас ближе к концу гонки сошел Магнус. Собственно, первая попытка Ботаса, он, к сожалению, не смог меня пройти, да еще и врезался в меня. Но, то образом, не сломав себе переднее антикрыло слева. Вторая попытка, я уже его как можно дальше оттеснил к Апексу поворота, чтобы он прошел намного медленнее этот поворот. Сначала случилось ошибку. По итогу из этой ошибки Рикардо решил его пройти. И по итогу Рикардо въехал в него и поломался переднее антикрыло. Собственно, было видно, как он заехал. И Фетталь позади нас уже потихоньку догонял. То есть он был все ближе и ближе из-за нашей этой борьбы. Вот первая удачная атака у Ботаса. Он прошел у меня в первом повороте, но на второй прямой я за счет слепстрима ДРС и его ошибки, опять же, я такой подумал, что тут не так. Почему-то Ботас не совершил ошибку. Хм. И вот оно все-таки и случилось. Позади также вели три болида в борьбу. Это Феррари, Мерседес и Рэдбул. Собственно, Льюис напрямой без ДРС и даже спокойно отвоевался и обратную позицию по отношению к Ферстаппину. Но позади был еще Кимми, который за счет слепстрима и ДРСа того же поравнялся с Ферстаппином и начали уже борьбу между собой. Льюис за счет этого спокойно смог оторваться. Ну и в принципе тут такое дело то, что Ферстаппин не как Сироткин пропустил Кимми, плюс также Кимми задел заднее левое колесо Ферстаппина, из-за чего чуть не отправился в управляемый занос. Но на уже предпоследнем круге Кимми возвращается в шестую позицию и за счет того же, что Ферстаппин просто заблокировал себе колесо в первом повороте. Ну и последняя атака была Ботасом, я снова прошел на предпоследнем кругу. Сарфи... нет, это у нас вторая прямая с ДРСом, я его догоняю, хочу пройти по внешней стороне, но не удалось. Но спокойно пристраиваюсь за ним за счет ДРСа, смог более-менее поравняться, ну и скоростном правом просто прохожу. По итогу спокойно смог доехать до конца на первом месте, но я думаю, если было бы еще пара трех кругов, то Бойбук уже ввязался бы скорее всего в Фетт, потому что он был уже буквально на хвосте у Ботаса, потому что мы боролись с каждым кругом и просто теряли на этом кучу времени. Также вот Ботов было кучу здесь ошибок на этом трассе, я не знаю, ни в таком этапе столько не наблял блокировок у них, сколько вот в Бразилии. Сколько было в дождь, сколько было вне дождя, мне кажется, за весь сезон столько блокировок не было, сколько здесь Ботаны делали ошибок. Ну, окей, типа, ошибки все совершают, но правда они машины, да. По итогу первое место у меня, второе у Ботаса и третье у Феттеля. Опять же, если бы было бы еще пару трех кругов у нас с дистанции, то Феттель, скорее всего, мог бы буквально пройти Ботаса, плюс начать проходить уже и меня. Ну и, к сожалению, да, наш напарник провалился по итогу этого этапа, провалился он уже на девятое место, что очень плохо, потому что у меня были надежды, что окей, мы можем в теории приехать вдвоем на подиум, но не свершилось, не судьба. Но впереди нас ждет еще целый сезон, во втором сезоне, в принципе, я думаю, что мы будем в основном доминировать, потому что мы начнем качать активно шасси и с помощью уже шасси и также качать движка будем выигрывать уже большую часть этапов. Собственно, результаты у нас, неплохие прорывы у Льюиса и у Кимми с 13-го и 19-го места, также Хюлькинберг прорывался с 15-го, ну и так потихоньку прорывы там идут. Середки, к сожалению, провалился, как я говорил, уже с третьего до девятого аж места. Ну и по очкам у нас уже ничего не решается в турнирной таблице, потому что титул был решен уже на прошлом этапе в Мексике, где я сошел. В Кубке Конструкторов, да, у нас будет еще борьба за, собственно, Кубок Конструкторов между Феррари и Мерседесом в Абу-Даби. Пока Мерседес лидирует, с небольшим отрывом два стрячка одной, если ничего, в принципе, у Мерседеса не случится и они оба приедут в очковой зоне хорошей, то спокойно выиграть Кубок Конструкторов. По контактам у нас их было крайне мало, но тут просто, скорее всего, игра не регистрировала их почему-то во время дождя, потому что во время повторов я видел, что были мелкие контакты, либо игра считала то, что это просто гоношный инцидент, либо, ну, еще что-то. Окей, тут уж ничего не буду уверять. По итогу зарабатываем ресурсы, постепенно начинаем прокачивать дальше болид, на этот этап должно было приехать улучшение, связанное с шасси и уменьшением веса, но 7% окей, зафакапилось, зашибись. По итогу у меня 1500 ресурсов, я решаю не взять два обновления, а просто взять скидку, плюс взять то обновление, которое мне не приехало, потому что надо качать скидки, хотя бы докачать до 3-4 скидок, чтобы более-менее экономить на запчастях. Вот, так же надо будет качать еще движок. На этом, ребят, все, спасибо, что смотрели, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и не забывайте про конкурс, который у нас проходит в ВК, до новых встреч, пока-пока.